То было солнце, ясно, а то как-то и небо похмурило. Так что война началась, она для всех одинаковая. Четыре месяца село Павла Кузнецова было в оккупации. Его семью выгнали в сарай, а немцы заняли дом. В июле 44-го получил похоронку на отца и бережно хранит в памяти его последние слова, отправленные фронтовым треугольником. Он писал, что Паша, вырастешь большой, иди в армию, и продолжи нашу службу, будь смелым, храбрым, не сдавайся. В 44-м Павел Кузнецов работал на заводе, имел бронь от фронта, но отчаянно ходил в военкомат. Желание отомстить за отца и родину не давали покоя, но военком каждый раз с треском выгонял 17-летнего подростка. Он левую руку тянул, по стеклу вдарил, стекло разбилось. А я стою, не боюсь, я говорю, нет. Я тебя на фронт отправлю. Вышел, смотрю, пенька отдал мне, вылетел. Настойчивость юноши майор все-таки оценил. В октябре 44-го Павел Кузнецов попал в зенитную артиллерию, оборонял заградительным огнем железнодорожные мосты. Задача была стрелять непрерывно, заставляя немецкие самолеты разворачиваться. Подкуривали от орудий. Настолько стрелы раскалены были, потому что наставали три-пять самолетов полетают и все время стреляли. И мы не успевали подносить снаряды. Даже один раз случай был такой, что оглушил этот шестой номер. Я набросил, положил, а сам по два снаряда подносил. Подносил 15-килограммовый снаряд, 20-градусный мороз на собственной шинели, в одной рубашке. Зато сражение получил нагрудный знак отличник-артиллерист. Стоять на посту приходилось и в одном нижнем белье. Ну я же ночью сонный, я раз в валенке, получил на себя ремень с монтажом, гранаты в карманы, шапку и побежал на пост. По ступах заметил старшина и объявил благодарность. А история стала сюжетом газетной статьи с ярким заголовком. Козак Кузецов на посту в нательном белье был. И я эту газету держал все в весь мешке, думал, до дома. Сам я не курю. А ребята скурили эту газету и не пришлось. Домой не пришлось есть. И сейчас свои 91 Павел Александрович в отличной форме и легко станцует яблочко. Крутится, вертится, шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавер барыш не хочет украсть.